МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно американские астрономы выступили с сенсационным заявлением. Они назвали время возможного апокалипсиса с точностью до минуты. В пятницу 13 апреля 2029 года в 4 часа утра 36 минут астероид Апофис, таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб и массой в 50 миллионов тонн, пересечет орбиту Луны и устремится к Земле со скоростью 45 тысяч километров в час. Его падение повлечет за собой катастрофу, которой человечество еще не знало. Если он упадет на Землю, возникнет кратер примерно в 20 раз больше его размера. То есть это будет несколько километров, и в радиусе 100-200 километров будут сильные разрушения. Это если он упадет на сушу. Если в океан возникнет мощнейшее цунами. Миллионы лет на Земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожали почти все живое на планете. Однако ученые считают, если бы Земля не пережила эти катастрофы или они происходили в другом порядке, человечество, скорее всего, сегодня бы не существовало. Более того, последние исследования доказывают, что совсем скоро наша планета может войти в очередной цикл катастроф. И предугадать их последствия невозможно. С чем придется столкнуться землянам? Станет ли это началом конца для всего человечества? Или мы извлечем опыт из прошлых катастроф Земли? А значит, сможем выжить. Во всех религиях мира есть описание глобальных катаклизмов прошлого и пророчества о грядущих катастрофах, влекущих за собой гибель всего живого. Иоанн Богослов в своем откровении писал о падении на Землю светящейся звезды. Советник Теодора Рузвельта, ясновидящая Джейн Диксон, предсказывала, что на стыке веков комета упадет на Землю. Она упадет в океан, начнутся землетрясения и цунами. Волны моря зальют огромные площади Земли. Это будет самой большой катастрофой в истории планеты. Некоторые исследователи убеждены, что Диксон предсказала падение Апофиса. За все время существования наша планета неоднократно подвергалась атакам из космоса. Падение астероидов убили на Земле все живое. 65 миллионов лет назад наша планета была населена динозаврами. Эпоха гигантских рептилий закончилась трагично, когда огромный астероид столкнулся с Землей. Небесное тело размером с Эверест упало на территории современной Мексики, образовав кратер диаметром 177 километров. Столкновение привело к всемирной катастрофе. В воздух поднялись огромные столпы пыли, начались цунами и пожары. Земля погрузилась во мрак на многие годы. В Мезозорскую эру это 60 миллионов лет примерно, когда упал огромный метеорит, с ним связано вообще прекращение жизни животного мира. Царство динозавров, они просто исчезли. Потому что были изменения климатические, атмосфера изменилась, просто условия жизни изменились. То есть вот эта угроза геологическая, она и есть. И в общем-то, человечество должно думать, как в принципе, когда-нибудь, если это будет, как с этим бороться можно. И вот спустя 60 миллионов лет над Землей снова нависла астероидная угроза. Последние несколько лет ученые космических агентств России, Европы и Америки непрерывно работают над тем, как избежать космической катастрофы и предотвратить столкновение со смертоносным апофисом. Скорее всего, при ближайшем сближении, оно произойдет в следующем году, всеми силами из Земли, из космоса его будут наблюдать. И новые данные, скорее всего, скажут, как он пройдет. И, скорее всего, это окажется, что пройдет он мимо, столкновения не будет. Но сама проблема остается. Он будет продолжать сближаться с Землей еще много-много раз. И шанс столкнуться в будущем есть. Однако в ходе исследований ученые столкнулись со сложной задачей. Дело в том, что астероид движется почти по одной орбите с нашей планеты, которая довольно сильно притягивает его своим гравитационным полем. По расчетам раз в 8 лет апофис проходит от Земли на опасно близком расстоянии. В очередной раз такое сближение может стать роковым. Через два сближения в 1929 году он пройдет очень близко от Земли. Влияние тяготения на него в этот раз будет очень сильным. А мы на сегодня можем просчитать его траекторию только с некоторой ошибкой. Так вот, в пределах этой ошибки есть небольшая доля траекторий, которые через сближение попадают в Землю. Ученые уже спрогнозировали возможные последствия падения апофиса и результаты шокировали даже их. Если расчеты верны, то столкновение астероида с Землей вызовет колоссальный взрыв. Возникнет ударная волна, эквивалентная взрывам тысяч ядерных бомб. Сейчас есть полоса возможного падения. Она тянется примерно на три четверти Земли, проходит через Северную Америку, через Евразию и через два океана. Никто не может сказать, в каком месте этой полосы он упадет. При столкновении с Землей Апофис уничтожит все в радиусе нескольких тысяч километров. Начнутся пожары. Солнце закроет черная пелена пепла, нарушится магнитное поле Земли. Приведем пример с Москвой. Если он упадет точно в центре, то кратер будет размером примерно с Садовое кольцо, а разрушение охватит добрую половину Московской области. А может быть и всю. Но даже если астероид упадет в океан, это не спасет Землю. От падения образуется воронка глубиной в три и диаметром в восемь километров, от которой во все стороны побегут волны цунами. В результате побережье Флориды может попасть под удар 20-метровых волн, которые в течение часа будут рушиться на материк. Помимо этого, в атмосферу поднимется много пыли, много воды, и на некоторое время может возникнуть похолодание. Примерно то, что считали в программах и называли ядерной зимой. Там нет никакой радиации, но количество выброшенной пыли примерно такое же. Несколько лет может быть очень сильное глобальное похолодание. Чтобы не допустить страшной катастрофы, ученые всего мира ищут способы остановить смертоносный объект. Главное, по их мнению, изменить орбиту небесного тела. Для этого одни предлагают установить на поверхности Апофиза ракетный двигатель, другие отшвырнуть его лобовым ударом космического корабля, третьи подорвать мощным ядерным зарядом или столкнуть с Луной. Надо готовить меры реального противодействия, например, установить на него, ну скажем, двигатель. Время от времени, когда в этом возникает нужда, включать его, поскольку это можно сделать за много лет до потенциального столкновения, воздействие требуется совсем небольшое, и он отклонится. Но даже если ученые найдут способ остановить Апофиз, смогут ли они решить более сложную задачу, точно рассчитать момент для удара? Ведь у человечества будет всего одна возможность уничтожить смертоносный астероид. Мы его можем наблюдать только, когда он пролетает мимо Земли, потом он приближается к Солнцу или уходит за него, и из Земли он становится совершенно ненаблюдаемым. Семь лет из восьми мы его не видим, потом год наблюдения, и он снова пропадает. Это нехорошо. Надо поставить на него радиомаяк. Пока же ученые ведут за Апофизом непрерывное наблюдение и в любой момент готовы отразить атаку космического убийцы. Однако до рокового столкновения в 2029 году человечеству предстоит пережить еще одно приближение Апофиза. По расчетам ученых, в 2021 году каменная глыба пролетит мимо Земли на расстоянии в 30 тысяч километров. Чем грозит человечеству столь критическое сближение? Пытаясь спрогнозировать последствия, ученые неожиданно обнаружили, что подобная катастрофа на Земле уже происходила. Более того, ее причиной могло быть падение огромного астероида. И пролил Господь на Содом и Гоморру... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Есть разные мнения, и есть написано много книг и статей. Вот в частности мы с покойным академиком Хайном недавно написали статью «Геомифология» в журнал «Природа». Вот считается, что они находились на берегу Мертвого моря, недалеко от того места, где сейчас курорт Энгиде в Израиле. Содом, а Гомора на другой стороне. Но самое главное открытие ждало ученых позже. Проведя химический анализ остатков древнего поселения, ученые обнаружили, что главной причиной уничтожения городов стало сильнейшее землетрясение, которое могло быть вызвано огромным космическим телом, пролетавшим на критическом расстоянии от Земли. Ученые не исключают, что это был апофис. Возможно, было сильное землетрясение, и выброшены были оттуда вот части битума, которые загорелись, и вот это преломляется вот в такую, понимаете, в Содом и Гоморру. Но сейчас уровень Мертвого моря падает, и считается, что вот ждут, а не покажутся ли остатки, не покажутся ли остатки города там? Неужели в 2021 году человечеству грозит катастрофа, сравнимая с гибелью библейских городов? Весь мир до сих пор с ужасом вспоминает страшное землетрясение 2011 года около японского острова Хонсю, которое вызвало гигантское цунами. Волна, достигавшая в некоторых районах 40 с половиной метров, опустошила японские прибрежные районы на многие километры вглубь острова. Это землетрясение стало четвертым по силе за последние сто лет и стало для японцев настоящим апокалипсисом. Землетрясение было ужасным, девятибальным. Японцы на него не рассчитывали. И у них все было прекрасно рассчитано, но на землетрясение примерно в 7 баллов. Но оно было значительно мощнее. Цунами предусматривал где-то 2-3 метра, а оно было 10 метров. Потери Японии колоссальные. Некоторые ученые полагают, японское землетрясение – лишь начало в цепочке грядущих катастроф. Только за одно десятилетие 21 века произошло три мощных землетрясения. Это то, что называется сильнейшее землетрясение с предельной магнитудой 9. Ну, 9 – это шкала определенная, но это самая такая вот предельная энергия, которая накапливается в альтосферных плитах и выстреливает в виде землетрясения. Значит, это землетрясение 2004 года в Индонезии с магнитудой почти 9 и с лобной цунами, совершенно колоссальный. Затем землетрясение 2010 года в Чили, тоже почти 9. И, наконец, вот в Японии Таховку, о которой мы говорили в 2011 году, тоже, в общем, 8-9-9. Уже в начале этого года дрожь земли ощутили жители Северной Италии и Филиппин, где погибли 7 человек. Изучив стихийные бедствия за последние 110 лет, сейсмологи пришли к невероятному выводу. На земле началась эпоха повышенной сейсмической активности. Трясения, которые произошли в начале этого века, были неожиданны во многих отношениях. Во-первых, они были очень такой предельной магнитудой, то есть предельной энергией. Раньше таких трясений не наблюдалось больших. Ну, они были, но, во-первых, они были очень уж редкие. А здесь за 10 лет нашего столетия уже произошло 3 самых таких крупнейших трясений. Это то, что называется сильнейшее землетрясение с предельной магнитудой 9. 26 декабря 2004 года у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой свыше 9 баллов, которое вызвало сильнейшее цунами. Гигантские волны стерли с лица земли прибрежные города и деревни не только Суматры, но и целого ряда стран Юго-Восточной Азии. Продвигаясь по Индийскому океану, 10-метровое цунами докатилось до курортов на юго-западе Таиланда. Цунами, которое было, оно имело такой вселенский характер. То есть волна прошла от Суматры в Индийский океан, потом пошла в Атлантический океан, в Тихий океан. То есть весь мировой океан, весь земной шар был занят этой волной. Совершенно беспрецедентное событие, оно было заснято и так далее. Время расправления волны, на весь мировой океан, примерно чуть больше суток. Обогнув земной шар, цунами погубило более 230 тысяч человек. Но это была не последняя катастрофа. Подземный толчок был такой силы, что сдвинул тектонические плиты на дне Индийского океана, изменив расположение островов вблизи Суматры. В результате остров сдвинулся на 30 метров, а на дне Индийского океана образовался разлом длиной около 1200 километров, который стал причиной еще десяти сильнейших землетрясений. За короткое время по идеологическим масштабам вот произошли такие катастрофы. Это значит, что что-то поменялось в режиме литосферных плит, и те модели, те концепции, которые существовали, ну, нуждаются в пересмотре. То есть даже вот наука здесь оказалась не очень, так сказать, такой адекватной в этом плане. Но что стало причиной таких внезапных и мощных природных катаклизмов? В поисках ответа на этот вопрос ученые пришли к сенсационному выводу. Дело в том, что поверхность Земли, состоящая из семи литосферных плит, находится в постоянном движении. Еще недавно эти сдвиги были настолько незначительными, что человечество их практически не ощущало. Однако в последнее десятилетие ученые наблюдают настоящую аномалию. Тихоокеанское дно постепенно сдвигается под континент, и это становится причиной мощных землетрясений. Когда литосферная плита поражается, сталкивается с континентальной, происходит такое сильное давление одной плиты на другую, накапливается огромная энергия, и когда превышается порог напряжения определенного, проще сет, происходит такая резкая подвижка. И вся эта энергия, она выстреливает в виде такого сильного динамического удара. Но почему литосферные плиты неожиданно пришли в движение? Быть может, таким образом Земля реагирует на приближение к ее орбите крупного космического тела? Под сильнейшим давлением плиты начинают сдвигаться и образуются разломы. И хотя опасные зоны ученым хорошо известны, где и когда произойдет очередное столкновение плит, предсказать почти невозможно. Во-первых, периодичность более частая может быть. Скажем, не раз в сто лет, а раз в 20 лет или в 15 лет, в том же месте, или там в 30 лет. И во-вторых, энергии больше, чем ожидалось. Это может быть связано с тем, что накопленной энергии приначально она была больше, и разрядка при предыдущем событии была не полная, а допустим, наполовину. То есть осталась в этом объеме еще достаточно большая энергия. Древние считали, что все природные катастрофы – это Божья кара, человечество за грехи. И сегодня исследователи находят все больше свидетельств тому, что наши предки были правы. Совсем недавно в одной из сур Корана они обнаружили древнее пророчество. Каков конец был тех, которые до них грешили? Не Бог жестоко обошелся с ними. Они сами себе обиды нанесли греховностью своих деяний. Подождите же дня, когда небо изведет явный дым. Он покроет людей. Это мучительное наказание. Что это, как не пепел и дым от извергающегося вулкана, погубившего не одну развитую цивилизацию? Неужели и человечество ждет та же качество? Весной 2010 года Европа пережила настоящий апокалипсис. После двухсотлетней спячки проснулся крупнейший исландский вулкан. Его извержение привело к настоящей глобальной катастрофе. На несколько недель вся Европа оказалась окутана плотным слоем дыма. Прекратились авиаперевозки. Сейсмологи уверяют, извержение исландского вулкана – первое звено в цепочке катастроф, которые еще ждут Землю. У каждого вулкана есть свой характер, свой тип извержений. Есть вулканы, которые выбрасывают только, допустим, пепел. Некоторые изливают только лаву на поверхность. А некоторые взрываются и могут нанести большой вред и ущерб окружающей среде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это дало ученым уникальную возможность реконструировать предсмертные позы жертв извержения. В Пампеях, когда делают раскопки, там щупом проходит метра три-четыре, Если видят пустоту, заливают гипсом и получают слепок того, что было. Что было, ничего нет. Пусто. Но слепок есть. Так нашли слепки многих людей. Значит, этих вот собак, лошадей, всех. Кошек нет. Кошки ушли. Самые умные были, повиденные. Вулкан Везувий по-прежнему считается одним из самых опасных и мощных на Земле. И ученые не исключают, что спустя тысячи лет он снова проснется, и тогда современных итальянцев, поселившихся на склонах Везувия, ждет незавидная участь их далеких предков. И вот сейчас в Везувии, вот я там несколько лет назад был, наверху вот кратер большой вот этот, там что-то бурлит. Внутри выходят какие-то газы. Вот последнее извержение было 1944 год. Вот судя опять-таки 84 извержения, вот вроде бы подходит время, понимаете? По приблизительным оценкам ученых, за время существования нашей цивилизации из-за извержений вулканов погибли сотни тысяч, а возможно и миллионы человек. Но почему вулканы активизировались именно сейчас? Так выглядит Тихоокеанский огненный пояс Земли. Ученые называют его местом аномальной тектонической активности. В этой зоне происходят самые мощные землетрясения, и именно здесь расположено большинство вулканов. Это огненное кольцо, так называемое, оно опоясывает полностью наш шарик. Камчатка входит, потом Курильские острова, потом Японские острова, потом там, значит, дальше идет, там, Филиппины, потом, значит, Антарктида. В Антарктиде тоже есть вулкан Ребус действующий. Сейчас на планете насчитывается около 600 действующих вулканов. Каждый представляет собой своеобразную бочку пороха с тлеющим фитилем, готовую в любой момент взорваться. Самой взрывоопасной зоной, по мнению многих исследователей, остается Индонезийский архипелаг. Более того, исследователи выяснили, что тысячи лет назад здесь уже случилась глобальная катастрофа, которая едва не стала последней в истории Земли. 74 тысячи лет назад гигантское извержение супервулкана Тоба на острове Суматра изменило ход человеческой эволюции. Взрыв поднял облако вулканического пепла на высоту 3000 километров и стал причиной вулканической зимы, которая длилась 6 лет. Невероятно, но подобную глобальную катастрофу человечество пережило снова в 1991 году. Одно извержение может закрыть Солнце. Одно извержение Пенатуба, которое было в 1990 году, это извержение повлияло на климат планеты. На 1 градус принадлась температура. На 1 градус. Но это уже сказалось на многих глобальных явлениях. А в начале сентября 2012 года в Зонском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, активизировался вулкан Анак-Крокотау. Последнее извержение этого гиганта наша планета запомнила надолго. Взрыв, сопровождавший его, по силе в десятки тысяч раз превышал ядерный удар по Киросиме, а грохот был слышен в радиусе 4000 километров. Вызванные взрывом атмосферные ударные волны семь раз обошли Землю, а последовавшее за извержением цунами без следа уничтожило до основания около 300 городов и селений. И сейчас специалисты обсуждают вероятность нового взрыва. Может быть, он действующий вулкан. Понимаете, ведь все извержения – это дегазация магмы. И вот разная магма – разные извержения. Вот, например, на Гавайских островах вулканы Килауэ, Халимау, Мау, вот такие – это извержение лавы, базальтовы, она жидкая, она не бывает сильных взрывов. Она изливается, достигает океана, все красиво, проезжают туристы. Но не более, вот понимаете. А вот такие вулканы, которые содержат другую магму по составу, они опасны. Однако последние исследования американских сейсмологов говорят о том, что на Земле существует вулкан в десятки раз опаснее. Это супервулкан, спрятавшийся под землей в национальном парке Йоллоустон в штате Вайоминг, США. На счету Йоллоустонского гиганта уже три крупнейших извержения, которые изменили окружающий ландшафт и сформировали Змеиный каньон. Последний раз этот вулкан просыпался 600 тысяч лет назад. Но с середины прошлого века снова стал проявлять повышенную активность. Там гейзеры, значит, бьют вверх, горячая вода. И вот вроде бы этот район стал несколько подниматься. Там стоят приборы, наклономеры, которые меряют наклон, скорость поднятия, землетрясения вокруг старого больше, мелкие землетрясения, некрупные. Последнее извержение было 600 тысяч лет назад, 660. А это место, Йоллоустонский парк, вот туристическое место, сотни тысяч посещают. Но вот если это рванет все, то мало не покажется. По оценкам ученых, под вулканом Йоллоустон плавы столько же, сколько воды в Карибском море. Этого количества хватит, чтобы покрыть всю поверхность США слоем в 15 сантиметров. Ученые прогнозируют, что извержение Йоллоустонского вулкана может иметь катастрофические последствия не только для Америки, но и для всей планеты. Большое количество пепла попадет в атмосферу и закроет Солнце. Начнется похолодание, и на Земле может наступить вулканическая зима, напоминающая ядерную. Американская геолого-разведочная служба ведет постоянное наблюдение за Йоллоустонским вулканом. Но спрогнозировать извержение пока не в силу. Стулит он молчит, потом проснулся и выбросил. Там постепенно накапливается магма. Так же, как землетрясение. Постепенно же это накапливается энергия. Потом раз и выброс. То же самое вулкан. В принципе, механизм исходный. Идет накопление, медленное накопление, ну, с точки зрения нашего, так сказать, времени, цивилизации, медленное, там, допустим, через 100-200 лет накопится критический объем магмы, и он, я поб 95 лет. И я например, а вот я ищущему игрушки, ну, делал образование. Продолжение следует... ...воздействовать на лавые потоки, тем более на вулканы, это бессмысленно. С вулканом можно, наверное, договориться, чтобы он, так сказать, не буйствовал. Но это, опять же, надо хорошо знать этот вулкан. По крайней мере, никак его не гневить, не раздражать, не ругать ни в коем случае. Только лаской. Смогут ли ученые договориться с Йолоустонским супервулканом? На этот вопрос пока никто не дает ответа. Но если извержение все-таки произойдет, то на Земле может случиться климатический апокалипсис, который неизбежно приведет к очередному ледниковому периоду. И в этом случае ученые оставляют человечеству не больше шансов на выживание, чем динозавры. Последние исследования ученых говорят о том, что если начнет извергаться один из крупнейших вулканов планеты, то в атмосферу попадет столько пепла и газа, что солнечный свет и тепло не смогут проникать на Землю. Если расчеты ученых верны, то этот период может затянуться на несколько столетий. Эта катастрофа станет причиной парникового эффекта и, как следствие, на Земле наступит глобальное потепление. Этот очень важный фактор, он может полностью погубить все усилия мирового сообщества по, скажем так, противодействию климатическим изменениям, потому как сокращая, допустим, выбросы промышленного СО2, мы ничего не сможем сделать с выбросами естественного СО2. А мощное извержение вулкана – это источник такого количества теплоаккумулирующих газов, которым может позавидовать даже, допустим, самые грязные электростанции Китайской Народной Республики. По подсчетам климатологов, в 20 веке средняя температура на земном шаре уже поднялась на 0,8 градуса. Ничего подобного на планете не происходило уже более двух тысячелетий. Естественно, это влияет на глобальную земную температуру, которая повысилась за последний век, примерно на 0,74 градуса, даже побольше сейчас. Рост вот этой средней температуры, он сопровождается существенными изменениями очень многих компонентов климатической системы. Повышение температуры уже привело к стремительному таянию ледников по всему миру – на Кавказе, в Америке, Швейцарии. А совсем недавно ученые Кембриджского университета опубликовали сенсационные результаты своих исследований. Они подсчитали, что льды Арктики могут растаять в течение четырех ближайших лет. В Арктике обнаружены огромные выбросы метана. Вот мы этим занимаемся. Метан – это тоже парниковый газ. Прямо со дна огромные факелы метана идут через толщу воды в атмосферу. Метан приводит тоже к парниковому эффекту. И вот, скажем, льды в Арктике, они уменьшаются в своем объеме. И вы знаете, да, что постепенно вот Арктика становится не такая ледовая, как раньше. То есть раньше льдов было намного больше. Это может быть связано с метаном, что идет нагрев такой постепенный, причем довольно быстро, там, какие-то десятилетия. А в сентябре 2012 года учеными был зафиксирован самый низкий уровень ледниковой шапки. Такой малой площади льда в Арктике никогда еще мы не видели. Вот нынешний минимум, да, он достигнут, но предыдущий минимум был в 2007 году, предыдущий исторически. А вот в 8, 9, 10, 11 было льда немножко больше, чем в 7. Поэтому тут бывает так вот, биения такие. Хотя в целом тенденция, конечно, на тайне. По данным американских исследователей, с 1993 года толщина ледового покрова Гренландии ежегодно сокращается более чем на метр. Выходит, что в течение ближайшего столетия прибрежные территории могут оказаться под водой. В зону опасности попадает большинство городов России, но самый мощный удар примет Санкт-Петербург. Ну, Москву не может, а вот, допустим, Нидерланды, там, конечно, эти страны, конечно, можно затопить. А прибрежные страны, они составляют ровные площади на земле. Конечно, это проблема. Там достаточно на метр подняться. Метр, и все уже. Знаете, метр, и даже 50 сантиметров, это очень много. Поэтому эта угроза есть, но она не такая быстрая, понимаете? Выделение воды – это медленный процесс все-таки. Более того, исследуя историю климата Земли, ученые пришли к невероятному выводу. Все природные катаклизмы на Земле периодически повторяются. Это значит, что наша планета не раз переживала периоды подобных потеплений, и даже более существенных. Это древняя карта Земли. Ее в конце 16 века составил фламандский картограф и географ Герхард Меркатер. Невероятно, но Гренландия на этой карте изображена без ледяного щита, которым она покрыта в настоящее время. А в центре современной Арктики изображены море и четыре острова, которых сегодня также не существует. Но как такое возможно? Пытаясь найти объяснение этому загадочному факту, исследователи подняли десятки древних карт и документов. И в одной из северных летописей обнаружили доказательства того, что карта Меркатера абсолютно достоверна. В древних источниках подробно описаны морские путешествия викингов, которые спокойно плавали по Северной Атлантике от Гренландии до Северной Америки еще в 10 веке нашей эры. А это означает, что сотни лет назад Гренландия была зеленой землей. Более того, то, что арктический климат был пригоден для жизни, подтверждают исследования современных ученых, которые обнаружили в Арктике остатки растений, характерных для засушливых степей. Что говорить о, допустим, более давних временах, там, плязой, мезозой, когда, собственно говоря, и даже в зоне полярных шапок на Антарктиде, на полюсе существовали тропические леса. И следствие этого вот именно было чрезмерно высокое содержание углекислоты в атмосфере, которое создавало этот парниковый эффект, за счет чего достигалось это чрезмерное содержание углекислого газа. Это за счет очень активной вулканической деятельности на заре формирования нашей планеты. Некоторые исследователи считают, что когда-то ледяной щит Гренландии снова исчезнет. Произойти это может по прогнозу специалистов НАСА в ближайшие сто лет. Последствия будут катастрофичны для Земли. Избавившись от ледяной тяжести, североамериканская ритосферная плита приподнимется, а евразийская опустится. И тогда всемирного потопа избежать не удастся. Конечно, если льды, значит, вот таять интенсивно, конечно, приведет и к подъему углевого мирового океана, безусловно, и к подъему этих щитов тектонических. То есть вот Финнаскандия, называется Финнаскандия, это щит, балтийский щит, где это ледники, он будет подниматься, конечно, он и так поднимается. Это известно медленно. Еще больше будет подниматься, он будет вытеснять воду. Но если человечество сумеет сохранить ледники, и нам удастся избежать всемирного потопа, то с одной глобальной проблемой мы уже столкнулись. Последние исследования ученых говорят о том, что теплое течение Гольфстрим постепенно останавливается. По прогнозам западных исследователей, полная остановка Гольфстрима произойдет в ближайшие 50 лет. И тогда человечеству не избежать нового ледникового периода. Если допустить, что по какой-либо причине Гольфстрим либо останавливается, либо там куда-то просто поворачивает, не проникает уже далеко на север, а где-то там заворачивает на юг, еще и в тропиках или в субтропиках, то да, значит, резко похолодает, конечно, в Европе прежде всего. И действительно, возможно, какие-то кардинальные перестройки климатической системы вообще всей глобальной. Гольфстрим – самое мощное на планете теплое течение, которое переносит тропические воды в полярные широты. За одну секунду Гольфстрим перегоняет более 25 миллионов кубокилометров океанской воды, что примерно в 20 раз больше, чем переносит все реки Земли вместе взятые. В августе прошлого года физик-теоретик из Национальной лаборатории в Афраскатте в Италии доктор Джан-Луиджи Зангари взорвал настоящую информационную бомбу. По его данным, основанным на космических снимках, гигантское течение Гольфстрим практически исчезло. По мнению ученого, это стало одним из следствий катастрофического разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Ущерб был огромный, но спасло то, что от заражения, вообще от гибели всей экосистемы, спасло то, что Мексиканский залив, он связан с Атлантическим океаном. Поэтому воды Атлантического океана, циркулируя, заходя, они, значит, это все, значит, вот область заражения нефтяного, они ее постепенно размешали, размешали, рассели, и это все постепенно перешло на большие площади и как-то рассосалось. Разлившаяся нефть кардинально повлияла на скорость и направление Гольфстрима. Более того, последние снимки со спутников также доказывают, что Гольфстрим постепенно остывает. Если он замедлится или остынет, то это может привести к тому, что в течение пяти лет вся территория Европы и центральная полоса России покроются льдом. Замерзнут даже Африка и Азия. Если на поверхность воды вылетит очень много пресной воды, которая очень легкая, потому что она несоленая, то она заблокирует вот этот процесс, процесс конвекции, и Гольфстрим начнет отодвигаться, вот станет таким, значит, потом усилится в силу обратных связей, но тем не менее, она значительный период времени может ослабнуть и перестать переносить эту воду. Тогда, наоборот, у нас возникает вот такой колебательный процесс с отрицательной обратной связью, и там начинают все это замерзшаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Встречения ледникового периода – это будет, в общем, катастрофа для человечества, потому что, ну, вот сейчас большинство развитых, скажем, стран Европы были под ледником, там, 10 тысяч лет назад всего-навсего, там, 12. То есть, если это произойдет, значит, все эти страны будут необитаемы, всем надо куда-то уезжать, где-то надо выращивать урожай для тех, кто уехал, как это все делать, в общем, мало понятно. Впрочем, противники версии остановки Гольфстрима уверены, что это очень мощное течение, и чтобы изменить его направление или остановить, потребуются сотни и даже тысячи лет. И если они правы, то у человечества еще есть время для того, чтобы найти способ спастись. Наша планета так устроена, что она все время живет в состоянии каких-то вот таких экстремальных состояний. И обязательно кому-нибудь, там, снега насыпят очень много на голову, где-то обязательно будет засуха с жарой, куда-то обязательно придет ураган, где-то торнадо разнесут там все дома до основания и так далее. Это обязательно будет происходить. Так что же станет причиной гибели человеческой цивилизации? Возможно, если все перечисленные варианты не воплотятся в жизнь, люди придумают новые сценарии гибели человечества. Или мы все же извлечем опыт из предыдущих катастроф и попытаемся спасти планету, которая дала нам жизнь. Продолжение следует... Совсем недавно американские астрономы выступили с сенсационным заявлением. Они назвали время возможного апокалипсиса с точностью до минуты. В пятницу, 13 апреля 2029 года, в 4 часа утра 36 минут, астероид Апофис, таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб и массой в 50 миллионов тонн, пересечет орбиту Луны и устремится к Земле со скоростью 45 тысяч километров в час. Его падение повлечет за собой катастрофу, которой человечество еще не знало. Если он упадет на Землю, возникнет кратер примерно в 20 раз больше его размера, то есть это будет несколько километров. И в радиусе там 100-200 километров будут сильные разрушения. Это если он упадет на сушу. Если в океан возникнет мощнейшее цунами. Миллионы лет на Земле уже происходили катаклизмы, которые один за другим уничтожали почти все живое на планете. Однако ученые считают, если бы Земля не пережила эти катастрофы, или они происходили в другом порядке, человечество, скорее всего, сегодня бы не существовало. Более того, последние исследования доказывают, что совсем скоро наша планета может войти в очередной цикл катастроф, и предугадать их последствия невозможно. С чем придется столкнуться землянам? Станет ли это началом конца для всего человечества, или мы извлечем опыт из прошлых катастроф Земли, а значит сможем выжить? Во всех религиях мира есть описание глобальных катаклизмов прошлого и пророчества о грядущих катастрофах, влекущих за собой гибель всего живого. Иоанн Богослов в своем откровении писал о падении на Землю светящейся звезды. Советник Теодора Рузвельта, ясновидящая Джейн Диксон, предсказывала, что на стыке веков комета упадет на Землю. Она упадет в океан, начнутся землетрясения и цунами. Волны моря зальют огромные площади Земли. Это будет самой большой катастрофой в истории планеты. Некоторые исследователи убеждены, что Диксон предсказала падение Апофиса. За все время существования наша планета неоднократно подвергалась атакам из космоса. Падение астероидов убили на Земле все живое. 65 миллионов лет назад наша планета была населена динозаврами. Эпоха гигантских рептилий закончилась трагично, когда огромный астероид столкнулся с Землей. Небесное тело размером с Эверест упало на территории современной Мексики, образовав кратер диаметром 177 километров. Столкновение привело к всемирной катастрофе. В воздух поднялись огромные столпы пыли, начались цунами и пожары. Земля погрузилась во мрак на многие годы. В Мезозоровскую эру это 60 миллионов лет примерно, когда упал огромный метеорит. С ним связано вообще прекращение жизни животного мира. Царство динозавров, они просто исчезли. Потому что были изменения климатические, атмосфера изменилась, просто условия жизни изменилась. То есть вот эта угроза геологическая она и есть. И в общем-то, человечество должно думать, как в принципе, когда-нибудь, если это будет, как с этим бороться можно. И вот спустя 60 миллионов лет над Землей снова нависла астероидная угроза. Последние несколько лет ученые космических агентств России, Европы и Америки непрерывно работают над тем, как избежать космической катастрофы и предотвратить столкновение со смертоносным апофисом. Скорее всего, при ближайшем сближении, оно произойдет в следующем году, всеми силами из Земли, из космоса его будут наблюдать. И новые данные, скорее всего, скажут, как он пройдет. И, скорее всего, это окажется, что пройдет он мимо, столкновения не будет. Но сама проблема остается, он будет продолжать сближаться с Землей еще много-много раз, и шанс столкнуться в будущем есть. Однако в ходе исследований ученые столкнулись со сложной задачей. Дело в том, что астероид движется почти по одной орбите с нашей планеты, которая довольно сильно притягивает его своим гравитационным полем. По расчетам, раз в 8 лет апофис проходит от Земли на опасно близком расстоянии. В очередной раз такое сближение может стать роковым. Через два сближения, в 29-м году, он пройдет очень близко от Земли. Влияние тяготения на него в этот раз будет очень сильным. А мы на сегодня можем просчитать его траекторию только с некоторой ошибкой. Так вот, в пределах этой ошибки есть небольшая доля траекторий, которые через сближение попадают в Землю. Ученые уже спрогнозировали возможные последствия падения Апофиса, и результаты шокировали даже их. Если расчеты верны, то столкновение астероида с Землей вызовет колоссальный взрыв. Возникнет ударная волна, эквивалентная взрывам тысяч ядерных бомб. Сейчас есть полоса возможного падения. Она тянется примерно на три четверти Земли, проходит через Северную Америку, через Евразию и через два океана. Никто не может сказать, в каком месте этой полосы он упадет. При столкновении с Землей Апофис уничтожит все в радиусе нескольких тысяч километров. Начнутся пожары. Солнце закроет черная пелена пепла, нарушится магнитное поле Земли. Приведем пример с Москвой. Если он упадет точно в центре, то кратер будет размером примерно с Садовое кольцо, а разрушение охватит добрую половину Московской области, а может быть и всю. Но даже если астероид упадет в океан, это не спасет Землю. От падения образуется воронка глубиной в 3 и диаметром в 8 километров, от которой во все стороны побегут волны цунами. В результате побережье Флориды может попасть под удар 20-метровых волн, которые в течение часа будут рушиться на материк. Помимо этого в атмосферу поднимется много пыли, много воды, и на некоторое время может возникнуть похолодание. Примерно то, что считали в программах и называли ядерной зимой. Там нет никакой радиации, но количество выброшенной пыли примерно такое же. Несколько лет может быть очень сильное глобальное похолодание. Чтобы не допустить страшной катастрофы, ученые всего мира ищут способы остановить смертоносный объект. Главное, по их мнению, изменить орбиту небесного тела. Для этого одни предлагают установить на поверхности Апофиза ракетный двигатель, другие отшвырнуть его лобовым ударом космического корабля, третьи подорвать мощным ядерным зарядом или столкнуть с Луной. Надо готовить меры реального противодействия, например, установить на него, ну скажем, двигатель. Время от времени, когда в этом возникает нужда, включать его, поскольку это можно сделать за много лет до потенциального столкновения, воздействие требуется совсем небольшое, он отклонится. Но даже если ученые найдут способ остановить Апофиз, смогут ли они решить более сложную задачу – точно рассчитать момент для удара? Ведь у человечества будет всего одна возможность уничтожить смертоносный астероид. Мы его можем наблюдать только когда он пролетает мимо Земли, потом он приближается к Солнцу или уходит за него, и из Земли он становится совершенно ненаблюдаемым. Семь лет из восьми мы его не видим, потом год наблюдений, и он снова пропадает. Это нехорошо. Надо поставить на него радиомаяк. Пока же ученые ведут за Апофизом непрерывное наблюдение и в любой момент готовы отразить атаку космического убийцы. Однако до рокового столкновения в 2029 году человечеству предстоит пережить еще одно приближение Апофиза. По расчетам ученых, в 2021 году каменная глыба пролетит мимо Земли на расстоянии в 30 тысяч километров. Чем грозит человечеству столь критическое сближение? Пытаясь спрогнозировать последствия, ученые неожиданно обнаружили, что подобная катастрофа на Земле уже происходила. Более того, ее причиной могло быть падение огромного астероида. И пролил Господь на Содом и Гоморру... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но самое главное открытие ждало ученых позже. Проведя химический анализ остатков древнего поселения, ученые обнаружили, что главной причиной уничтожения городов стало сильнейшее землетрясение, которое могло быть вызвано огромным космическим телом, пролетавшим на критическом расстоянии от Земли. Ученые не исключают, что это был апофис. Возможно, было сильное землетрясение. И выброшены были оттуда вот части битума, которые загорелись. И вот это преломляется вот в такую, понимаете, в Содом и Гоморру. Но сейчас уровень Мертвого моря падает. И считается, что вот ждут, а не покажутся ли остатки, не покажутся ли остатки города там? Неужели в 2021 году человечеству грозит катастрофа, сравнимая с гибелью библейских городов? Весь мир до сих пор с ужасом вспоминает страшное землетрясение 2011 года около японского острова Хонсю, которое вызвало гигантское цунами. Волна, достигавшая в некоторых районах 40,5 метров, опустошило японские прибрежные районы на многие километры вглубь острова. Это землетрясение стало четвертым по силе за последние сто лет и стало для японцев настоящим апокалипсисом. Землетрясение было ужасным, девятибальным. Японцы на него не рассчитывали. И у них все было прекрасно рассчитано, но на землетрясение примерно в 7 баллов. Но оно было значительно мощнее. Цунами предусматривал где-то 2-3 метра, а оно было 10 метров. Потери Японии колоссальные. Некоторые ученые полагают, японское землетрясение лишь начало в цепочке грядущих катастроф. Только за одно десятилетие 21 века произошло три мощных землетрясения. Это то, что называется сильнейшее землетрясение с предельной магнитудой 9. Ну, 9 это шкала определенная, но это самая такая вот предельная энергия, которая накапливается в летосферных плитах и выстреливает в виде землетрясения. Значит, это землетрясение 2004 года в Индонезии с магнитудой почти 9 и с лобной цунами совершенно колоссальный. Затем землетрясение 2010 года в Чили тоже почти 9. И, наконец, вот в Японии Тахоху, о которой мы говорили в 2011 году, тоже, в общем, 8-9-9. Уже в начале этого года дрожь земли ощутили жители Северной Италии и Филиппин, где погибли 7 человек. Изучив стихийные бедствия за последние 110 лет, сейсмологи пришли к невероятному выводу. На земле началась эпоха повышенной сейсмической активности. Те сения, которые произошли в начале этого века, были неожиданны во многих отношениях. Во-первых, они были очень такой предельной магнитудой, то есть предельной энергией. Раньше таких землетрясений не наблюдалось больших. Ну, они были, но, во-первых, они были очень уж редкие. А здесь за 10 лет нашего столетия уже произошло три самых таких вот крупнейших землетрясений. Это то, что называется сильнейшие землетрясения с предельной магнитудой 9. 26 декабря 2004 года у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой свыше 9 баллов, которое вызвало сильнейшее цунами. Гигантские волны стерли с лица земли прибрежные города и деревни не только Суматры, но и целого ряда стран Юго-Восточной Азии. Продвигаясь по Индийскому океану, 10-метровое цунами докатилась до курортов на юго-западе Таиланда. Цунами, которое было, оно имело такой вселенский характер. То есть волна прошла от Суматры в Индийский океан, потом пошла в Атлантический океан, в Тихий океан. То есть весь мировой океан, весь земной шар был занят этой волной. Совершенно беспрецедентное событие. Оно было заснято и так далее. Время расправления волны на весь мировой океан примерно, ну, чуть больше суток. Обогнув земной шар, цунами погубило более 230 тысяч человек. Но это была не последняя катастрофа. Подземный толчок был такой силы, что сдвинул тектонические плиты на дне Индийского океана, изменив расположение островов вблизи Суматры. В результате остров сдвинулся на 30 метров, а на дне Индийского океана образовался разлом длиной около 1200 километров, который стал причиной еще 10 сильнейших землетрясений. За короткое время по геологическим масштабам вот произошли такие катастрофы. Это значит, что что-то поменялось в режиме литосферных плит, и те модели, те концепции, которые существовали, ну, нуждаются в пересмотре. То есть, даже вот наука здесь оказалась не вообще, так сказать, такой адекватной в этом плане. Но что стало причиной таких внезапных и мощных природных катаклизмов? В поисках ответа на этот вопрос ученые пришли к сенсационному выводу. Дело в том, что поверхность Земли, состоящая из семи литосферных плит, находится в постоянном движении. Еще недавно эти сдвиги были настолько незначительными, что человечество их практически не ощущало. Однако, в последнее десятилетие ученые наблюдают настоящую аномалию. Тихоокеанское дно постепенно сдвигается под континент, и это становится причиной мощных землетрясений. Литосферная плита поражается, сталкивается с континентальной, происходит такое сильное давление одной плиты на другую, накапливается огромная энергия, и когда превышается порог напряжения определенного, прочности всех, происходит такая резкая подвижка. И вся эта энергия, она выстреливает в виде такого сильного динамического удара. Но почему литосферные плиты неожиданно пришли в движение? Быть может, таким образом Земля реагирует на приближение к ее орбите крупного космического тела? Под сильнейшим давлением плиты начинают сдвигаться и образуются разломы. И хотя опасные зоны ученым хорошо известны, где и когда произойдет очередное столкновение плит, предсказать почти невозможно. Во-первых, периодичность более частая может быть. Скажем, не раз в сто лет, а раз в 20 лет или в 15 лет в том же месте или там в 30 лет. И во-вторых, энергии больше, чем ожидалось. Это может быть связано с тем, что накопленной энергии первоначально было больше и разрядка при предыдущем событии была не полная, а допустим половину. То есть осталась в этом объеме еще достаточно большая энергия. Древние считали, что все природные катастрофы это божья кара человечества за грехи. И сегодня исследователи находят все больше свидетельств тому, что наши предки были правы. Совсем недавно в одной из сур Корана они обнаружили древнее пророчество. Каков конец был тех, которые до них грешили? Не Бог жестоко обошелся с ними. Они сами себе обиды нанесли греховностью своих деяний. Подождите же дня, когда небо изведет явный дым. Он покроет людей. Это мучительное наказание. Что это, как не пепел и дым от извергающегося вулкана, погубившего не одну развитую цивилизацию? Неужели и человечество ждет та же качество? Весной 2010 года Европа пережила настоящий апокалипсис. После двухсотлетней спячки проснулся крупнейший исландский вулкан. Его извержение привело к настоящей глобальной катастрофе. на несколько недель вся Европа оказалась окутана плотным слоем дыма. Прекратились авиаперевозки. Сейсмологи уверяют, извержение исландского вулкана первое звено в цепочке катастроф, которые еще ждут Землю. У каждого вулкана есть свой характер, свой тип извержений. Есть вулканы, которые выбрасывают только, допустим, пепел, некоторые изливают только лаву на поверхность, а некоторые взрываются и могут нанести большой вред и ущерб окружающей среде и населению. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дальше идет Филиппины Дальше идет Антарктида В Антарктиде тоже есть вулкан Ребус Действующий Сейчас на планете Насчитывается около 600 действующих вулканов Каждый представляет собой Своеобразную бочку пороха С тлеющим фитилем Готовую в любой момент взорваться Самой взрывоопасной зоной По мнению многих исследователей Остается Индонезийский архипелаг Более того Исследователи выяснили Что тысячи лет назад Здесь уже случилась глобальная катастрофа Которая едва не стала последней В истории Земли 74 тысячи лет назад Гигантское извержение Супервулкана Тоба На острове Суматра Изменило ход человеческой эволюции Взрыв поднял Облако вулканического пепла На высоту трех тысяч километров И стал причиной вулканической зимы Которая длилась шесть лет Невероятно Но подобную глобальную катастрофу Человечество пережило снова В 1991 году Одно извержение Можно закрыть солнце Одно извержение пенотуба Которое было в 1990 году Это извержение повлияло на климат планеты На один градус пронизывалась температура На один градус Но это уже сказалось На многих таких довольно-таки Глобальных явлениях А в начале сентября 2012 года В Зонском проливе Разделяющем острова Ява и Суматра Активизировался вулкан Анак-Крокотал Последнее извержение этого гиганта Наша планета запомнила надолго Взрыв, сопровождавший его По силе в десятки тысяч раз Превышал ядерный удар по Киросиме А грохот был слышен В радиусе четырех тысяч километров Вызванные взрывом Атмосферные ударные волны Семь раз обошли Землю А последовавшая за извержением цунами Без следа уничтожила До основания Около трехсот городов и селений И сейчас специалисты обсуждают Вероятность нового взрыва Может быть, он действующий вулкан Понимаете, ведь все извержения Это дегазация магмы И вот разная магма, разные извержения Вот, например, на Гавайских островах Вулканы Килауэ, Халимау, Мау Вот такие Это извержение лавы, базальтовы Она жидкая Она не бывает сильных взрывов Она изливается, достигает океана Все красиво проезжает турист Но не более Вот понимаете А вот такие вулканы Которые содержат другую магму По составу, они опасны Однако последние исследования Американских сейсмологов Говорят о том, что на Земле существует вулкан В десятки раз опаснее Это супервулкан, спрятавшийся под землей В национальном парке Йеллоустон В штате Вайоминг, США На счету йеллоустонского гиганта Уже три крупнейших извержения Которые изменили окружающий ландшафт И сформировали змеиный каньон Последний раз этот вулкан Просыпался 600 тысяч лет назад Но с середины прошлого века Снова стал проявлять повышенную активность Там гейзеры Бьют вверх, горячая вода И вот вроде бы этот район Стал несколько подниматься Там стоят приборы Наклономеры, которые меряют наклон Скорость поднятия Землетрясения вокруг старого Больше мелких землетрясений, некрупных Последнее извержение было 600 тысяч лет назад 660 А это место Йеллоустонский парк Вот туристическое место Сотни тысяч посещают Но вот если это рванет все То мало не покажется По оценкам ученых Под вулканом Йеллоустон Плавы столько же Сколько воды в Карибском море Этого количества хватит Чтобы покрыть всю поверхность США Слоем в 15 сантиметров Ученые прогнозируют Что извержение Йеллоустонского вулкана Может иметь Катастрофические последствия Не только для Америки Но и для всей планеты Большое количество пепла Попадет в атмосферу И закроет солнце Начнется похолодание И на земле может наступить Вулканическая зима Напоминающая ядерную Американская геолого-разведочная служба Ведет постоянное наблюдение Заелоустонским вулканом Но спрогнозировать извержение Пока не в силу Сто лет он молчит Потом проснулся и выбросил Там постепенно накапливается магма Так же как землетрясение Постепенно же накапливается энергия Потом раз и выброс Тоже самое вулкан В принципе механизм исходный Идет накопление Медленное накопление Ну с точки зрения нашего Так сказать Времени Цивилизации Медленное там допустим Через 100-200 лет Накопится критический объем магмы И он будет выброшен По мнению доктора-геолога Минералогических наук Вулканолога Анатолия Хренова Вулкан это живой организм И предсказать момент его извержения Очень сложно Он может проснуться Вопреки прогнозам сейсмолога В этом случае Уверен ученый С вулканом Можно попробовать договориться Лава она тоже Вот с ней можно разговаривать Например лавой поток Сказать Слушай хороший Давай поворачивай Вот тут нам У нас там Последнее озерцо осталось Ты его не трогай Она не будет трогать Теорию вулканолога Подтверждают Реальные исторические факты В науке известен уникальный случай Когда во время извержения Вулкана Этна В Сицилии Лава изливаясь с горы И смывая все на своем пути Обошла стороной костел Так что вот эти вот прогнозы все И пытаться Вот такими физическими методами Воздействовать на лаву и поток А тем более на вулкан Это бессмысленно С вулканом можно наверное договориться Чтобы он так сказать Не бустал Но это опять же Надо хорошо знать этот вулкан По крайней мере Никак его не гневить Не раздражать Не ругать Ни в коем случае Только лаской Смогут ли ученые Договориться с Йолоустонским супервулканом На этот вопрос пока никто Не дает ответа Но если извержение все-таки произойдет То на земле может случиться Климатический апокалипсис Который неизбежно приведет К очередному ледниковому периоду И в этом случае Ученые оставляют человечеству Не больше шансов на выживание Чем динозавры Последние исследования ученых Говорят о том Что если начнет извергаться Один из крупнейших вулканов планеты То в атмосферу попадет Столько пепла и газа Что солнечный свет и тепло Не смогут проникать на землю Если расчеты ученых верны То этот период может затянуться На несколько столетий Эта катастрофа Станет причиной парникового эффекта И как следствие На земле наступит глобальное потепление Этот очень важный фактор Он может полностью погубить Все усилия мирового сообщества По, скажем так, противодействию Климатическим изменениям Потому как сокращая, допустим Выбросы промышленного СО2 Мы ничего не сможем сделать С выбросами естественного СО2 А мощное извержение вулкана Это источник такого количества Теплоаккумулирующих газов Которому может позавидовать Даже, допустим Самые грязные электростанции Китайской Народной Республики По подсчетам климатологов В 20 веке Средняя температура на земном шаре Уже поднялась на 0,8 градуса Ничего подобного На планете не происходило Уже более двух тысячелетий Естественно, это влияет на Глобальную земную температуру Которая повысилась за последний век Примерно на 0,74 градуса Даже побольше сейчас Рост средней температуры Он сопровождается Существенными изменениями Очень многих компонентов Климатической системы Повышение температуры Уже привело к стремительному Таянию ледников по всему миру На Кавказе, в Америке, Швейцарии А совсем недавно Ученые Кембриджского университета Опубликовали сенсационные результаты Своих исследований Они подсчитали, что льды Арктики Могут растаять в течение Четырех ближайших лет В Арктике обнаружены Огромные выбросы метана Вот мы этим занимаемся Метан – это тоже парниковый газ Прямо со дна Огромные факелы метана Идут через толщу воды В атмосферу Метан приводит тоже к парниковому эффекту И вот, скажем, льды В Арктике Они уменьшаются в своем объеме И вы знаете, да, что Постепенно Арктика Становится не такая ледовая Как раньше То есть раньше ледового было много больше Это может быть связано с метаном Что идет нагрев такой постепенный Причем довольно быстро Там какие-то десятилетия А в сентябре 2012 года Учеными был зафиксирован Самый низкий уровень ледниковой шапки Такой малой площади льда в Арктике Никогда еще мы не видели Вот нынешний минимум Да, он достигнут Но предыдущий минимум был в 2007 году Предыдущий исторический А вот в 8, 9, 10, 11 Было льда немножко больше, чем в 7 Поэтому тут бывает так вот Биения такие Хотя в целом тенденция, конечно, на тайне По данным американских исследователей С 1993 года Толщина ледового покрова Гренландии Ежегодно сокращается более чем на метр Выходит, что в течение ближайшего столетия Прибрежные территории могут оказаться под водой В зону опасности попадает большинство городов России Но самый мощный удар примет Санкт-Петербург Ну, Москву не может А вот, допустим, Нидерланды Там, конечно, эти страны, конечно, можно затопить А прибрежные страны, они составляют Ровные площади на земле Конечно, это проблема Там достаточно на метр подняться Метр и все уже И даже 50 сантиметров, это очень много Поэтому эта угроза есть Но она не такая быстрая, понимаете Выделение воды – это медленный процесс все-таки Более того, исследуя историю климата Земли Ученые пришли к невероятному выводу Все природные катаклизмы на Земле Периодически повторяются Это значит, что наша планета Не раз переживала периоды подобных потеплений И даже более существенных Это древняя карта Земли Ее в конце 16 века Составил фламандский картограф и географ Герхард Мерката Невероятно, но Гренландия на этой карте Изображена без ледяного щита Которым она покрыта в настоящее время А в центре современной Арктики Изображены море и четыре острова Которых сегодня также не существует Но как такое возможно? Пытаясь найти объяснение этому загадочному факту Исследователи подняли десятки древних карт и документов И в одной из северных летописей Обнаружили доказательства того Что карта Меркатора абсолютно достоверна В древних источниках подробно описаны Морские путешествия викингов Которые спокойно плавали по Северной Атлантике От Гренландии до Северной Америки Еще в 10 веке нашей эры А это означает, что сотни лет назад Гренландия была зеленой землей Более того, то, что арктический климат Был пригоден для жизни Подтверждают исследования современных ученых Которые обнаружили в Арктике остатки растений Характерных для засушливых степей Что говорить о, допустим, более давних временах Там, плязой, мезозой Когда, собственно говоря, и даже в зоне полярных шапок На Антарктиде, на полюсе Существовали тропические леса И следствие этого, вот именно было чрезмерно высокое содержание углекислоты в атмосфере Которая создавала этот парниковый эффект За счет чего достигалось это чрезмерное содержание углекислого газа Это за счет очень активной вулканической деятельности На заре формирования нашей планеты Некоторые исследователи считают Что когда-то ледяной щит Гренландии снова исчезнет Произойти это может по прогнозу специалистов НАСА В ближайшие сто лет Последствия будут катастрофичны для Земли Избавившись от ледяной тяжести Североамериканская ритосферная плита приподнимется А евразийская опустится И тогда всемирного потопа избежать не удастся Конечно, если льды начнут таять интенсивно Конечно, приведет и к подъему углевого мирового океана Безусловно И к подъему этих щитов тектонических То есть вот Финаскандия Называется Финаскандия Это щит, балтийский щит, где это ледники Он будет подниматься, конечно Он и так поднимается Это известно медленно Еще больше будет подниматься Он будет вытеснять воду Но если человечество сумеет сохранить ледники И нам удастся избежать всемирного потопа То с одной глобальной проблемой мы уже столкнулись Последние исследования ученых говорят о том Что теплое течение Гольфстрим постепенно останавливается По прогнозам западных исследователей Полная остановка Гольфстрима произойдет в ближайшие 50 лет И тогда человечеству не избежать нового ледникового периода Если допустить, что по какой-либо причине Гольфстрим либо останавливается Либо там куда-то просто поворачивает Не проникает уже далеко на север А где-то там заворачивает на юг Еще и в тропиках или в субтропиках То да, значит резко похолодает Конечно в Европе прежде всего И действительно возможно какие-то кардинальные перестройки Климатической системы вообще всей глобальной Гольфстрим самое мощное на планете теплое течение Которое переносит тропические воды в полярные широты За одну секунду Гольфстрим перегоняет Более 25 миллионов кубокилометров океанской воды Что примерно в 20 раз больше Чем переносят все реки Земли вместе взятые В августе прошлого года Физик-теоретик из национальной лаборатории Во Фраскатте в Италии Доктор Джан-Луиджи Зангари Взорвал настоящую информационную бомбу По его данным Основанным на космических снимках Гигантское течение Гольфстрим Практически исчезло По мнению ученого Это стало одним из следствий Катастрофического разлива нефти В Мексиканском заливе в 2010 году Ущерб был огромный Но спасло то, что от заражения Вообще от гибели всей экосистемы Спасло то, что Мексиканский залив Он связан с Атлантическим океаном Поэтому воды Атлантического океана Циркулируя, заходя Они, значит, это все Область заражения нефтяного Они ее постепенно размешали И это все постепенно перешло на большие площади И как-то рассосалось Разлившаяся нефть Кардинально повлияла на скорость И направление Гольфстрима Более того, последние снимки со спутников Также доказывают, что Гольфстрим Постепенно остывает Если он замедлится или остынет То это может привести к тому Что в течение пяти лет Вся территория Европы И центральная полоса России Покроются льдом Замерзнут даже Африка и Азия Если на поверхность воды Вылетит очень много пресной воды Которая очень легкая Потому что она не соленая То она заблокирует вот этот процесс Процесс конвекции И Гольфстрим начнет отодвигаться Станет таким Значит Потом усилится в силу обратных связей Но тем не менее На значительный период времени Может ослабнуть И перестать переносить эту воду Тогда наоборот у нас Возникает вот как бы такой Колебательный процесс С отрицательной обратной связью И там начинают все это Продолжение следует... Продолжение следует... То это повлияет на всю землю Вообще Все это почувствуют И очень сильно почувствуют Вообще в принципе Вот такое наступление Ледникового периода Это будет в общем Катастрофа для человечества Потому что Ну вот сейчас Большинство развитых Скажем Стран Европы Были под ледником Там 10 тысяч лет назад Всего-навсего Там 12 То есть если это произойдет Значит все эти страны Будут необитаемы Всем надо куда-то уезжать Где-то надо Выращивать урожай Для тех кто уехал Как это все делать В общем Мало понятно Впрочем Противники Версии остановки Гольфстрима Уверены Что это Очень мощное течение И чтобы Изменить его направление Или остановить Потребуются Сотни И даже тысячи лет И если они правы То у человечества Еще есть время Для того Чтобы найти Способ спастись Наша планета Так устроена Что она все время Живет В состоянии Каких-то вот Таких экстремальных Состояний И обязательно Кому-нибудь Снега насыпят Очень много На голову Где-то обязательно Будет засуха С жарой Куда-то обязательно Придет ураган Где-то торнадо Разнесут там Все дома До основания И так далее Это обязательно Будет происходить Так что же Станет причиной Гибели Человеческой цивилизации Возможно Если все Перечисленные Варианты Не воплотятся В жизнь Люди Придумают Новые Сценарии Гибели Человечества Или Мы все же Извлечем Опыт Из предыдущих Катастроф И попытаемся Спасти планету Которая Дала нам Жизнь КОНЕЦ КОНЕЦ Совсем недавно Американские астрономы Выступили с сенсационным заявлением Они назвали время Возможного апокалипсиса С точностью до минуты В пятницу 13 апреля 2029 года В 4 часа утра 36 минут Астероид Апофис Таящий в себе Энергию 65 тысяч Атомных бомб И массой В 50 миллионов тонн Пересечет Орбиту Луны И устремится К Земле Со скоростью 45 тысяч Километров в час Его падение Повлечет за собой Катастрофу Которой человечество Еще не знало Если он упадет на Землю Возникнет кратер Примерно в 20 раз Больше его размера То есть это будет Несколько километров И в радиусе Там 100-200 километров Будут сильные разрушения Это если он упадет на сушу Если в океан Возникнет мощнейшее цунами Миллионы лет На Земле уже происходили катаклизмы Которые один за другим Уничтожали почти все живое на планете Однако ученые считают Если бы Земля не пережила Эти катастрофы Или они происходили В другом порядке Человечество Скорее всего Сегодня бы Не существовало Более того Последние исследования Доказывают Что совсем скоро Наша планета Может войти В очередной цикл Катастроф И предугадать их Последствия невозможно С чем придется Столкнуться землянам Станет ли это Началом конца Для всего человечества Или мы извлечем Опыт из прошлых Катастроф Земли А значит Сможем выжить Во всех религиях Во всех религиях мира Есть описание Глобальных катаклизмов Прошлого И пророчество О грядущих Катастрофах Влекущих за собой Гибель всего живого Иоанн Богослов В своем откровении Писал о падении На землю Светящейся звезды Советник Теодора Рузвельта Ясновидящая Джейн Диксон Предсказывала Что на стыке веков Комета Упадет на землю Она упадет в океан Начнутся землетрясения И цунами Волны моря Зальют огромные Площади Земли Это Будет Самой большой Катастрофой В истории планеты Некоторые исследователи Убеждены Что Диксон Предсказала Падение Апофиса За все время Существования Наша планета Неоднократно Подвергалась Атакам из космоса Падение Астероидов Убили на земле Все живое 65 миллионов лет назад Наша планета Была населена Динозаврами Эпоха гигантских Рептилий Закончилась Трагично Когда Огромный Астероид Столкнулся С землей Небесное тело Размером с Эверест Упало на территории Современной Мексики Образовав кратер Диаметром 177 километров Столкновение Привело К всемирной Катастрофе В воздух Поднялись Огромные Столпы пыли Начались Цунами И пожары Земля Погрузилась Во мрак На многие годы В Мезозорскую эру Это 60 миллионов лет Примерно Когда упал Огромный метеорит С ним связано Вообще Прекращение жизни Животного мира Царство динозавров Они просто Ищетели Потому что Были изменения Климатические Атмосфера изменилась Просто Условия жизни Изменились То есть Вот эта угроза Геологическая Она есть И в общем-то Человече должно Думать Как В принципе Когда-нибудь Если это будет Как с этим Бороться можно И вот Спустя 60 миллионов лет Над землей Снова Нависла Астероидная Угроза Последние Несколько лет Ученые Космических Агентств России Европы Америки Непрерывно Работают Над тем Как избежать Космической Катастрофы И предотвратить Столкновение Со смертоносным Апофисом Скорее всего При ближайшем Сближении Оно произойдет В следующем году Всеми силами Из земли Из космоса Его будут наблюдать И новые данные Скорее всего Скажут Как он Пройдет И скорее всего Это окажется Что пройдет Он мимо Столкновения Не будет Но сама проблема Остается Он будет продолжать Сближаться С землей Еще много Много раз И шанс И шанс Столкнуться В будущем Есть Однако В ходе Исследований Ученые Столкнулись Со сложной Задачей Дело в том Что астероид Движется Почти по одной Орбите С нашей планеты Которая Довольно сильно Притягивает Его своим Гравитационным Полем По расчетам Раз в 8 лет Апофис Проходит от земли На опасно Близком расстоянии В очередной раз Такое сближение Может стать роковым Через два сближения В 29-м году Он пройдет Очень близко От земли Влияние Тяготения На него В этот раз Будет Очень сильным А мы На сегодня Можем Просчитать Его траекторию Только с Некоторой Ошибкой Так вот В пределах Этой ошибки Есть Небольшая Доля Траекторий Которые Через Сближение Попадают В землю Ученые Уже Спрогнозировали Возможные Последствия Падения Апофиса И результаты Шокировали Даже их Если расчеты Верны То столкновение Астероида С землей Вызовет Колоссальный Взрыв Возникнет Ударная волна Эквивалентная Взрывам Тысяч Ядерных Бомб Сейчас Есть полоса Возможного Падения Она Тянется Примерно На три Четверти Земли Проходит Через Северную Америку Через Евразию И через Два Океана Вот Никто не может Сказать Никто не может Сказать В каком В каком Месте Этой Полосы Он Упадет При Столкновении С землей Апофис Уничтожит Все В радиусе Нескольких Тысяч Километров Начнутся Пожары Солнце Закроет Черная Пелена Пепла Нарушится Магнитное Поле Земли Приведем Пример С Москвой Если он Упадет Точно В центре То Кратер Будет Размером Примерно С Садовое Кольцо А разрушение Охватит Добрую Половину Московской Области А может быть И всю Но даже Если Астероид Упадет В океан Это Не спасет Землю От падения Образуется Воронка Глубиной В 3 И диаметром В 8 Километров От которой Во все стороны Побегут Волны Цунами В результате Побережье Флориды Может попасть Под удар 20-метровых Волн Которые В течение Часа Будут Рушиться На материк Помимо этого В атмосферу Поднимется Много пыли Много воды И на некоторое Время Может возникнуть Похолодание Примерно то Что считали В программах И называли Ядерной зимой Там нет Никакой радиации Но Количество Выброшенной Пыли Примерно такое же Несколько лет Может быть Очень сильное Глобальное Похолодание Чтобы не допустить Страшной Катастрофы Ученые Всего мира Ищут Способы Остановить Смертоносный Объект Главное По их мнению Изменить Орбиту Небесного Тела Для этого Одни Предлагают Установить На поверхности Апофиза Ракетный Двигатель Другие Отшвырнуть Его Лобовым Ударом Космического Корабля Третьи Подорвать Мощным Ядерным Зарядом Или Столкнуть С Луной Надо готовить Меры Реального Противодействия Например Установить На него Ну скажем Двигатель Время От времени Когда В этом Возникает Нужда Включать Его Поскольку Это можно Сделать За много Лет До Потенциального Столкновения Воздействие Требуется Совсем Небольшое Он Отклонится Но даже Если Ученые Найдут Способ Остановить Апофис Смогут Ли они Решить Более Сложную Задачу Точно Рассчитать Момент Для Удара Ведь У Человечества Будет Всего Одна Возможность Уничтожить Смертоносный Астероид Мы Его Можем Наблюдать Только Когда Он Пролетает Мимо Земли Потом Он Приближается К Солнцу Или Уходит За Него И Из Земли Он Становится Совершенно Ненаблюдаем Семь лет Из Восьми Мы Его Не Видим Потом Год Наблюдения И Он Снова Пропадает Это Нехорошо Надо Поставить На него Радиомаяк Пока же Ученые Ведут За Апофизом Непрерывное Наблюдение И В любой Момент Готовы Отразить Атаку Космического Убийца Однако До рокового Столкновения В 2029 Году Человечеству Предстоит Пережить Еще Одно Приближение Апофиза По Расчетам Ученых В 2021 Году Каменная Глыба Пролетит Мимо Земли На расстоянии В 30 Тысяч Километров Чем Грозит Человечеству Столь Критическое Сближение Пытаясь Спрогнозировать Последствия Ученые Неожиданно Обнаружили Что Подобная Катастрофа На Земле Уже Происходила Более Того Ее И пролил Господь На Содом И Гаморру Продолжение следует Продолжение следует Есть разные мнения И есть Написано много книг И статей Вот в частности Мы Спокойным академиком Хайном Недавно Написали Статью Геомифология В журнал Природа Вот считается Что они Находились На берегу Мертвого моря Недалеко От того места Где сейчас Курорт Энгиде В Израиле Содом А Гамора На другой Стороне Но самое главное Открытие Ждало Ученых Позже Проведя Химический Анализ Остатков Древнего Поселения Ученые Обнаружили Что главной Причиной Уничтожения Городов Стало Сильнейшее Землетрясение Которое Что могло Быть вызвано Огромным Космическим Телом Пролетавшим На критическом Расстоянии От земли Ученые Не исключают Что это Был Апофис Возможно Было Сильное Землетрясение И выброшены Были Оттуда Вот Части Битума Которые Загорелись И вот Это Преломляется Вот В такую Содом Игамору Но Сейчас Уровень Мертвого Мора Падает И считается Что Вот Ждут А не Покажутся Ли Остатки Не Покажутся Ли Остатки Города Там Неужели В 2021 Году Человечеству Грозит Катастрофа Сравнимая С гибелью Библейских Городов Весь мир До сих пор С ужасом Вспоминает Страшное Землетрясение 2011 Года Около Японского Острова Хонсю Которое Вызвало Гигантское Цунами Волна Достигавшая В некоторых Районах 40 с половиной Метров Опустошила Японские Прибрежные Районы На многие Километры Вглубь Острова Это Землетрясение Стало Четвертым По силе За последние 100 лет И стало Для японцев Настоящим Апокалипсисом Землетрясение Было Ужасным Девятибальным Японцы На него Не рассчитывали И У них Все было Прекрасно Рассчитано Но На землетрясение Примерно В 7 баллов Но Оно Было Значительно Мощнее Цунами Предусматривало Где-то 2-3 метра Оно Было 10 метров Потери Японии Колоссальные Некоторые Ученые Полагают Японское Землетрясение Лишь Начало В цепочке Грядущих Катастроф Только За одно Десятилетие 21 века Произошло Три Мощных Землетрясения Это То Что Называется Сильнейшее Землетрясение С предельной Магнитудой 9 Ну 9 Это Шкала Определенная Но Это Самая Такая Предельная Энергия Которая Накапливается В летосферных Плитах И Выстреливает В виде Землетрясения Землетрясения 2004 года В Индонезии С макнитудой Почти 9 И Словной Цунами Совершенно Колоссальный Затем Землетрясения 10 Года В Чили Тоже Почти 9 И Наконец Япония Таховка Который Мы говорили В 11 Осень 9 Уже в начале Этого года Дрожь земли Ощутили Жители Северной Италии И Филиппин Где погибли 7 человек Изучив Стихийные Бедствия За последние 110 лет Сейсмологи Пришли К невероятному Выводу На земле Началась Эпоха повышенной сейсмической активности. Трясения, которые произошли в начале этого века, были неожиданны во многих отношениях. Во-первых, они были очень такой предельной магнитудой, то есть предельной энергией. Раньше так, как и в трясении, не наблюдалось больших. Но они были, но, во-первых, они были очень уж редкие. А здесь за 10 лет нашего столетия уже произошло три самых таких, ну, крупнейшие землетрясения. Это то, что называется сильнейшее землетрясение с предельной магнитудой 9. 26 декабря 2004 года у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой свыше 9 баллов, которое вызвало сильнейшее цунами. Гигантские волны стерли с лица земли прибрежные города и деревни не только Суматры, но и целого ряда стран Юго-Восточной Азии. Продвигаясь по Индийскому океану, 10-метровое цунами докатилось до курортов на юго-западе Таиланда. Цунами, которое было, оно имело такой вселенский характер. То есть волна прошла от Суматры в Индийский океан, потом пошла в Атлантический океан, в Тихий океан. То есть весь мировой океан, весь земной шар был занят этой волной. Совершенно беспрецедентное событие, оно было заснято и так далее. Время расправления волны, на весь мировой океан, примерно чуть больше суток. Обогнув земной шар, цунами погубило более 230 тысяч человек. Но это была не последняя катастрофа. Подземный толчок был такой силы, что сдвинул тектонические плиты на дне Индийского океана, изменив расположение островов вблизи Суматры. В результате остров сдвинулся на 30 метров, а на дне Индийского океана образовался разлом длиной около 1200 километров, который стал причиной еще десяти сильнейших землетрясений. За короткое время по идеологическим масштабам вот произошли такие катастрофы. Это значит, что что-то поменялось в режиме литосферных плит, и те модели, те концепции, которые существовали, нуждаются в пересмотре. То есть даже наука здесь оказалась не вообще, так сказать, адекватной в этом плане. Но что стало причиной таких внезапных и мощных природных катаклизмов? В поисках ответа на этот вопрос ученые пришли к сенсационному выводу. Дело в том, что поверхность Земли, состоящая из семи литосферных плит, находится в постоянном движении. Еще недавно эти сдвиги были настолько незначительными, что человечество их практически не ощущало. Однако в последние десятилетия ученые наблюдают настоящую аномалию. Тихоокеанское дно постепенно сдвигается под континент, и это становится причиной мощных землетрясений. Летосферная плита поражается, сталкивается с континентальной, происходит такое сильное давление одной плиты на другую, накапливается огромная энергия, и когда превышается порог напряжения определенного, проще сеп. Происходит такая резкая подвижка, и вся эта энергия, она выстреливает в виде такого сильного динамического удара. Но почему литосферные плиты неожиданно пришли в движение? Быть может, таким образом Земля реагирует...